Дмитрий Чигаев Дмитрий Чигаев Дмитрий Чигаев Дмитрий Чигаев Дмитрий Чигаев Дмитрий Чигаев Конечно, попробуй машину, пальмовое масло в него залей, вряд ли она долго прослужит, эта машина. Ну, также и машин нашего тела, конечно же, есть такие очень качественные, пищевые масла, высокосортные. Есть вот все вот это вот суррогатние, которые дешевые вещи, которые еще и много раз прожариваются, и, в общем-то, что делать? Что делать? Мы должны понимать, что действительно без контроля бизнес будет идти на этот шаг, потому что это действительно выгодно. Потому что есть это страшное слово маргарин, которое называется всевозможными интересными, красивыми словами, пышечка там, я не знаю, кулинарочка. То есть, если посмотреть, все очень красиво оформлено. Но все это очень такие низкосортные вещи. А когда мы едим низкосортные вещи, нельзя рассчитывать, что у нас будет высокосортное здоровье. Поэтому и к маслу это, во-первых, относится. А не так-то много ингредиентов, которые каждый день поступают в наше тело. Это вода, масло, пожалуйста. Поэтому за ними нужно следить. И, в общем-то, люди издревле заметили, что если они опитаются на хорошем масле, то сразу же и здоровье поправляется. Потому что все это, конечно же, в нашем питании первоочередное. Так что следить надо, я только за. Поэтому это хорошая инициатива. Правда, это некоторая основа вообще жизни. И нельзя позволять производителям как-то лицемерить в плане продуктов питания. Вообще, в плане торговли нужно следить, чтобы не было обмана. Потому что очень легко продать дешевое за дорого. Тут, конечно же, надо за этим очень грамотно следить. Потому что бизнес бизнесом, конечно, всем выгодно, чтобы бизнес развивался. Но бизнес должен быть цивилизованным. Он не должен быть за счет жизни людей. Потому что все равно потом государству придется все эти налоги, но потратить на лечение. Не получится так просто от последствий избежать. В этой связи у меня как раз вопрос. Ведь масло широко применяется в молочной промышленности, в кондитерских изделиях. Так что же это действительно умышленное упущение? Или вот по какому-то такому стечению обстоятельств как-то недоглядели? Если мы разрешаем заработать большие деньги, то кто же откажется их заработать? Если есть возможность применять дешевые материалы, а продавать их по той же цене, ведь конечная цена продукта не меняется, она примерно понятна, людям установлена, то можно играть только на составляющих, на ингредиентах. Поэтому продукт тот же, а стоит, а столько же, но бизнес происходит, выгода происходит за счет применения более дешевых ингредиентов. Если мы это сами позволяем, если мы не обращаем на это внимание, ну кто откажется? Никто не откажется. Поэтому есть разница между тортом, который вы купили в магазине, как бы он красиво не выглядел, и тортом, который вы приготовили дома и сделали сами. Даже, хотя он такой неказистенький. Но от этого неказистенького торта ничего не будет болеть. От этого красивого покупного торта явно что-то на завтра заболит. Почему? Вот они ингредиенты. Вот они эти подозрительные ингредиенты, поэтому в этом проблема нашего времени. Вот так сказать, дьявол прячется в деталях. И все проблемы, они тоже прячутся в деталях. Поэтому вот за деталями надо следить. И в этом некоторое, может быть, наше упущение. Мы потеряли эти ГОСТы, хотя я был очень рад, потому что ГОСТы были, потому что ГОСТы это ты понимаешь, что ты ешь. Стандарт. Стандарт это очень правильная вещь. То есть стандарт это то, что всех дисциплинирует. Стандарт это то, чем ты можешь сам манипулировать, у человека появляется выбор, что ему есть. По стандарту одно или по стандарту другое. Хочешь, выбирай. Но когда стандарт ушел, это значит, что мы развязали руки. А когда руки развязаны, может происходить все, что угодно. И выбора у потребителя нет. То есть я не знаю, что я ем. Мне говорят, хорошая штука, кушай. Я не знаю, насколько она хорошая. Никто правду не говорит. Это постоянная проблема. Ты в магазине спрашиваешь, скажи, пожалуйста, из чего это все состоит. Никто не знает. Я как раз хотел задать вам вопрос относительно серьезности подхода самим покупателям к тому, что они берут. А ведь действительно, вы правильно отметили, что невозможно узнать. Конечно. Если ты берешь нарезку, там ты никогда не найдешь даже состава. Конечно. Но хотя это обязано, в общем-то, по закону продавец предоставлять состав продукта, но это всегда большой скандал. То есть у меня такое часто бывает, когда что-то явно подозрительное, мне это надо купить. Я пытаюсь спросить, это так сложно. Они куда-то идут, что-то ищут, не находят, что-то находят, но не то нашли. К этому это продукт или не к этому, ничего невозможно понять. Поэтому, конечно же, есть проблема, в общем-то, потому что я должен знать, какую долю ответственности я несу, в общем-то, за свою собственную жизнь. И получается, что я сейчас никакой ответственности не несу. То есть получается, что я не могу проявить свою свободу выбора. За меня, но выбирает кто-то другой. Я даже не знаю, кто за меня, но выбирает, что я ем. и это мне как-то немножко не по себе, потому что за меня он выбирает тот, кто хочет денег заработать. И я не готов ему вот так просто доверять. Поэтому есть некоторые проблемы, поэтому все время возникают эти скандалы, то в одном продукте что-то нашли, то в другом продукте что-то нашли, то здесь оказалось продукт молочный, в нем молока нет, а то здесь оказалось одно написано, там этого нет вообще, то заменители, то еще что-то. Непонятно все-таки, это некоторая наша обязанность следить за своим здоровьем, за здоровьем наших близких, за здоровьем наших детей. Если я не могу выполнить свою обязанность, то государство должно мне помочь это делать, ну хотя бы заставить полностью публиковать состав. А причем этот состав нужно еще и расшифровывать, потому что то, что написаны непонятные мне, ну как химику слова, нужно их переводить, что это значит. То есть такое-то, такое-то, там бензолохлорид, вообще что это значит? И врач должен написать, то есть 3 года лечения вот цирроза печени. То есть тогда понятно вообще, о чем идет речь. А то, что написаны красивые слова, это конечно здорово, но я не понимаю, что это такое, я не химик. То есть я уже слово валетность уже давно забыл, что это значит. Поэтому нужно не просто писать какие-то формулы, а нужно писать реальную расшифровку всех этих слов, то есть что это значит для нашего здоровья. У нас, видите, у нас же рекламируется не результат, рекламируется процесс. Ну да, в этом некоторая проблема. Мы должны быть очень аккуратны, но во всем, с чем реально входим в контакт, потому что контакт реально чреват. Хорошо. У производителя должна ли быть какая-то ответственность? И какова мера этой ответственности? Что производитель должен понимать? Производитель должен очень четко и ясно осознавать, что он, в конце концов, тот, кто заботится о благе потребителя. И, к сожалению, с этим есть большая проблема, так как о благе потребителя сейчас приходится заботиться о своем потребителе. То есть, ну, фактически, это в какой-то мере вот этот производитель может превратиться во врага потребителя. Если на первом месте у него стоит только доход и государство не следит за качеством его продукции, то оказывается, что он враг конечного потребителя. Потому что их цели расходятся. Цель опотребителя быть здоровым, а цель производителя быть богатым. И вот на этой нестыковке целей происходит конфликт. Конфликт интересов. Причем этот конфликт, он, в общем-то, ведет в реальную больницу. Поэтому я не знаю, может, это, конечно, для бизнеса выгодно, что люди больше болеют. И поэтому они больше покупают лекарств. Но для государства должно быть невыгодно. Потому что, в конце концов, основная задача государства, чтобы, в общем-то, каждый член государства был в этом плане защищен. Это обязаны защищать. И защищает в этом плане только правда. В принципе, больше защитить нечем. Потому что, понятно, что кому-то захочется употреблять пальмовое масло, да, пожалуйста, Бог ему судья. Людям, может быть, это нравится? Почему нет? Мы только за. Если человеку это нравится, то правда дает ему возможность выбирать. Но всем остальным, кому это не нравится, у них должна быть возможность также от этого отказаться. Если я не могу выбрать, что я могу сделать? Поэтому я покупаю что-то, но я должен знать, что я покупаю. А иначе я плачу не за продукт, а я плачу за рекламу этого продукта. То есть я оплачиваю обман. Меня обманули, и я же этот обман оплатил. Некрасиво получается. То есть государство должно это рассматривать как манипуляцию. Но в конце концов как даже некоторое вредительство. Поэтому я только за. Я за то, что мы подняли этот вопрос, его будем рассматривать. То есть хочется знать правду, а причем правду какую-то более-менее ясную, понятную. А не просто, что опять будет какой-то мелкий состав, ничего не понятно, незнакомые слова. Что это значит, никто не знает. Хотелось бы узнать все-таки ваше мнение относительно ответственности самого производителя. Даже если мы за скобки уберем такого регулятора, как государство, интереса самого потребителя. Но у производителя должны ли быть какие-то ориентиры? Нравственные, моральные, какие-то обязательства, которые... Или это уже из другой области совсем, не из нашего времени? Хотелось бы, чтобы человек, который планирует свои денежные доходы, обладал какой-то нравственностью, но мы не можем это гарантировать. Понятно, что это хорошо. То есть, было бы просто замечательно, если бы все бизнесмены были, ну, скажем, не святыми, но хотя бы нравственными, чистыми, духовно развитыми личностями. Хотелось бы. Но мы не можем это опять-таки никак проверить. То есть, нет такого штампа, а производитель духовно, нравственно, чистый человек. Его нет. То есть, никто его вообще обычно в глаза не видел, есть какой-то его, так сказать, представитель, какой-нибудь совет директоров. И может не увидит. Да, и может быть вообще никогда не увидит, иногда сами эти директора не знают, кто это такой. Поэтому очень бы хотелось, и мы только за. Но никто не может гарантировать. То есть, где эта гарантия? Поэтому нужна какая-то защита. Нужна защита от безнравственности. Это задача государства защищать от безнравственности. Поэтому мы что-то делаем по поводу каких-то безнравственных вещей. Мы вынесли там казино за территорию больших городов. Ох, хороший шаг. Поэтому эти нормы должны быть и уж как нигде, как в продуктах питания. А иначе как? А иначе это называется суррогат. То есть, мы в том удивляемся, почему сейчас так быстро старение происходит. Почему так много всяких некоторых современных проблем у человека. Откуда это все? Непонятно, что едим. Одна из причин. Просто никто не знает, что мы едим. Мы говорим о том, что экологичное питание очень полезно. Вопрос в том, что как мы действительно можем ли его найти и можем действительно выбрать то качественное питание, на которое мы сориентированы как потребители. быть бережным к близким через качественные вещи и качественные продукты и не менее качественные наши поступки, бережные поступки. Это должны нас вывести к чему-то более позитивному. Спасибо большое, Вячеслав, вам за участие. Дорогие друзья, в нашей аналитической программе сегодняшний принимал участие Вячеслав Рузов и я, ваш ведущий, Дмитрий Чигаев. До новых встреч на канале Баланс ТВ. До свидания. ДОБРЫЕ НОВОСТИ ДОБРЫЕ КОСМЕТИКА и ДОБРЫЕ АЮРВЕДА ждут своих ДОБРЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ. А для ДОБРЫХ АПТОВИКОВ у нас действительно ДОБРЫЕ СКИДКИ. Позвоните нам по ДОБРЫМУ ТЕЛЕФОНУ 8 926 390 07 82 или заходите к нам на ДОБРЫЙ САЙТ www.dobrodefitshop.com ДОБРЫH АПТОВИКОВ ДОБРЫХ АПТОВИКОНУ